Здравствуйте, уважаемые читатели! Вот и наступил сентябрь. Школьники вновь отправились в поход за знаниями. Городская детская библиотека номер один имени Евгения Степановича Коколина представляет вам обзор книг, посвященных одному из самых важных этапов жизни каждого человека – школьной поре. В подборку вошли произведения известных классиков детской литературы. Эти книги любимы многими поколениями мальчишек и девчонок. Будут они интересны и современным детям. Наш обзор начинается с автобиографической повести революционного писателя Николая Гарина Михайловского «Детство Тёмы». Главный герой повести – маленький мальчик Тёма Картышов. Как и все мальчишки его возраста, он озорной, любознательный шалун. Тёма – добрый и отзывчивый мальчик. Он любит своих родителей и готов на все ради друзей. Отец Тёмы – генерал Николай Картышов. Человек суровый и строгий. Тёме часто достается от него за проступки. Мама – Агларида Васильевна – в противовес от суд добрая и чуткая. Она не согласна с методами мужа и считает, что наказание только озлобит сердце сына. На протяжении повести Тёма то и дело попадает в разные истории. Учится на своих ошибках, становится мудрее и старше. Невзирая на риск, Тёма совершает и поистине взрослые, мужественные поступки. Например, спасает из глубокого колодца любимую собаку-жучку. В повести много внимания уделено порядкам дореволюционной гимназии. Строгие и равнодушные учителя, готовые подставить одноклассники, скучные и трудные уроки. В отличие от Тёмы, Маруся Орлова, героиня в повести Евгения Шварца «Первоклассница», учится уже в советское, послевоенное время. Марусе так не терпится пойти в первый класс, что ещё летом совершенно одна. Она бежит подавать документы в школу. А что делать, если папа в командировке, а мама на работе? Вдруг они опоздают и Марусю не возьмут в первый класс? Маруся мечтает хорошо учиться и во всём помогать учительнице, однако не отличается примерным поведением. То она бросается под шланг с водой, которым дворник поливает улицу, то дерётся со своим врагом Серёжкой, то заведут одноклассницам, у которых что-то получается лучше, а однажды Маруся с подружками и вовсе заблудились в лесу. И хотя современные школьницы уже не носят коричневую форму с чёрными фартуками и не пишут перьевыми ручками, заботы и приключения о Маруси понравятся юным читателям. А вот Витя Перестукин, герой сказочной повести в стране невыученных уроков, которую придумала Лия Гераскина, вовсе не любит учиться. Ребята, которые не любят делать уроки, должны знать, что однажды они могут попасть в волшебную страну невыученных уроков. Попав туда, даже самый нерадивый школьник превратится в примерного ученика. Здорово, скажете вы, но не всё так просто. Витя и представить не мог, что однажды все его школьные ошибки оживут, и ему придётся немало потрудиться, чтобы вернуться домой. От его решений и знаний будет зависеть не только судьба тех, кого он нечаянно обидел своими ошибками, но и жизнь самого Вити. Больше он не будет относиться к учёбе спустя рукава. О нерадивых учениках Николай Носов написал повесть Витя Малеев «В школе и дома». В этой повести рассказывается о дружбе двух мальчиков, которых сплотила общая беда. Витя Малеев, ученик четвёртого класса, забыл за лето всю арифметику, да и во время учёбы он часто ленился и списывал у одноклассников. В конце четверти Витя получил заслуженную двойку. Другой мальчик, Костя Шишкин, новенький в классе, он быстро подружился с Витей, но плохо усваивал тему по русскому языку и тоже получил двойку за четверть. Ребятам было стыдно перед родными, но они не спешили прилагать усилия, чтобы исправить оценки, врали и изворачивались. Одноклассники и учительница Ольга Николаевна переживали за друзей и искренне хотели им помочь. Смогут ли они заинтересовать мальчиков учёбой? Вы узнаете, прочитав повесть. Главный герой повесть Льва Давыдовичева «Жизнь и страдания Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» превзошёл по своей нерадивости и Витю Перестукина, и Витю Малеева. Иван Семёнов – мальчик неглупый, но очень ленивый. Озерник, драчун и двоечник. Уже во втором классе он устал учиться и всё время призворялся больным, чтобы не ходить в школу. Из-за плохой учёбы его оставили во втором классе на второй год. За Ивана было стыдно и родителям, и друзьям, но только не самому Ивану. Хотя ему было обидно, что окружающие считают его глупым. Иван думал, что без усилий сможет стать отличником, однако так лето легко, как кажется. Повесть учит бороться со своими недостатками, дружить, учиться с удовольствием, признавать и исправлять ошибки. Смог Иван Семёнов, смогут и другие ребята. Оказывается, неприятности могут случаться не только у хулиганов, вроде Ивана Семёнова, но и у круглых отличниц. Аня Залетаева, главная героиня повести Ирины Пивоваровой «Тройка с минусом» или «Происшествие в пятом А», староста класса, отличница, гордость школы и любимица учителей. Но с одноклассниками отношения складываются хуже. Аня бывает высокомерной и заносчивой. Неприятности Ани начинаются с появлением в классе новой девочки, весёлой и общительной Тоси Адуванчиковой. Когда Тосю посадили за одну парту с Аней, она невольно начала отвлекать свою серьёзную соседку. Сначала Аня получила четвёрку на уроке, а через несколько дней и вовсе тройку с минусом, законтрольную по математике. Никогда в жизни умница Аня не чувствовала себя такой несчастной и подавленной. Как теперь исправить ситуацию и скрыть свой позор? Повесть «Тройка с минусом» – пример того, как трудно ворой приходится детям. Преодолевая страхи, борясь с самолюбием и малодушием, ребята учатся настоящей дружбе и взаимопомощи. Ещё об одной хорошей девочке можно прочитать в повести Валерия Воскобойникова «Тетрадь в красной обложке». Главная героиня – Маша Никифорова, ученица третьего класса, удивительно честная, искренняя и требовательная к себе девочка. Однажды Маша нашла на улице монетку и купила красивую красную тетрадь, в которую стала записывать всё, что происходит с ней каждый день. На страницах дневника Маша делилась успехами и переживаниями, давала себе обещания, анализировала свои поступки. Из дневника мы узнаём о семье и одноклассниках Маши, о том, как она относится к самой себе. Мы погружаемся в мир душевных переживаний, видим стремление героиня стать лучше, работать над собой, помогать другим. Постепенно Маша становится уверенной в себе, достигает успехов в школьной жизни. В повести затронуты темы дружбы, ответственности перед собой и другими, поднимается вопрос отцов и детей, говорится о взаимовыручке и взаимопомощи. Она актуальна и сегодня. Эти и многие другие книги о школьниках вы можете прочитать в нашей библиотеке. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова